Подробности, а сразу вслед за ними, политическое ток-шоу «Чёрное зеркало». Мы начинаем информационный вечер. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Сложности перевода? МВФ поспорил с Киевом по поводу пенсионной реформы. Потасовка в Одессе. Кто сорвал судебное заседание по делу 2 мая? Растаявший залог. Сколько заплатил за свободу обвиняемый во взяточничестве заммэра Ужгорода? Игры с пенсионной реформой. Повышать пенсионный возраст в Украине не будут. Об этом договорились с МВФ, сообщает украинский новынный со ссылкой на свои источники. Но вот станет ли хрен слаще редьки? Ведь по данным того же информагентства, неприятный сюрприз спрятали в страховой стаж. Вот его могут увеличить на 5 лет до 35. Кроме того, ради получения 1 миллиарда долларов от фонда собираются сократить количество бюджетников и чиновников, открыть налоговой службе доступ к банковским счетам украинцев и ужесточить так называемую упрощенную систему налогообложения. Также изменения коснутся и субсидий. Их планируют монетизировать и усложнить процесс начисления, пишут украинские новыны. Напомню, что повышение тарифов на энергоносители также было одним из предыдущих условий сотрудничества с МВФ. При этом минимальная зарплата в Украине едва достигает 3,5 тысяч гривен. И то с 2017 года. А вот в Европе, даже в тех странах, которые давно и плотно сидят на МВФ-овской игле, уровень минималки напоминает нашу максималку. В Евросоюзе обнародовали данные о минимальной месячной зарплате в 22 странах ЕС. По данным Евростата, в январе в восточных государствах ЕС она составляла от 300 до 500 евро. В то же время в странах, которые участвуют в программах финансирования от международных кредиторов, например Греция, в январе уровень минимальной зарплаты составил почти 700 евро. Вот жаль, нет сегодня данных о работоспособности европейских депутатов. А то наши продолжают бить баклуши. Сегодня установили новый рекорд по антидисциплине. Не более 20 нардепов досидели до окончания рабочего дня. Даже некому было задавать вопросы министрам. О чем говорили в здании под куполом и за его пределами. Все подробности в сюжете. 317 зарегистрированных карточек и полупустой зал. Заседание открывала вице-спикер Оксана Сыруид. Она сегодня одна в президиуме. В правительственной ложе тоже немноголюдно. Премьер в командировке в Брюсселе уже традиционно отсутствует министр внутренних дел Арсен Аваков. Вместо некоторых министров пришли замы. Свой доклад вице-премьер начал с ситуации в Авдеевке. Сегодня в месте Авдеевка полностью установлена. О ситуации на Донбассе говорил и министр энергетики. Вернее, о последствии блокирования там дорог. Говорит, грядут веерные отключения по всей Украине. Блокование переходов безперечно выключает выявленные отключения в нашей стране. И это стрессовая ситуация для объединенной энергосистемы. И, с другой стороны, вдвече подвищает цену на вугиле. Большинство депутатов заседания сегодня проигнорировали. Одно единственное голосование показало. В зале не более 80 нардепов. Верховная Рада становится очень бездействием. Мы видим постоянные проблемы с форумом. Мне кажется, что все сложнее и сложнее становится работать. Нет политической воли в коалиции. Проблема не только в отсутствии депутатов, но и важных законопроектов в повестке дня. За первую неделю новой сессии нардепы проголосовали только за закон о конституционном суде и децентрализации. Да и те в первом чтении. Не выставлено очень много законопроектов, которые потребует общество. Начинаем от антикоррупционного блока, а антикоррупционного суду. Оношение покарания для топ-коррупционеров до пожитивого уязвления. Плюс не выполнение самой коалиции и их коалиционной угодой. Мы наставим на рассмотрении вопросов о снижении коммунальных тарифов. Принять наш пакет законов по новой индустриализации для того, чтобы поддержать нашу промышленность. К сожалению, в зале много пиаров, в зале много криков, драки и всего остального. Но это все абсолютно бессмысленно. Те, кто сегодня все-таки пришел в парламент, собирали подписи. Одни под декларацией о намерениях по разработке кодекса парламентской этики, другие в очередной раз к спикеру с просьбой обнародовать списки коалиции. Это на сегодняшний день наибольшая тенемница в украинском парламенте. На жаль, мы констатуем, что в большинстве коалиций нет. В фракции «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» не наличуются 226 народных депутатов, даже если взять те, которые уже пытаются выйти. Андрей Поробий должен уже наконец-то отреагировать на это вопрос. Но будет это не раньше 21 февраля, когда парламентарии снова соберутся под куполом. А эту рабочую неделю закрыли с новым антирекордом. В зале 18 депутатов, посчитал на рде Борислав Береза. И как подтверждение выложил на своей странице в фейсбук фото. Кстати, Борислав Береза сегодня один из гостей ток-шоу «Черное зеркало». Обязательно спрошу у него и других депутатов, не забыли ли те, кто работает в стенах парламента, что мы все-таки живем еще в парламентско-президентской республике. Пока к другим темам дня. Массовые беспорядки в Одессе. Потасовка возникла в Малиновском райсуде. Там слушается дело о событиях 2 мая 2014 года. Речь, напомню, идет пока только о первом эпизоде трагедии. Беспорядках в центре города, во время которых погибли 6 человек. Из-за чего загорелся сыр-бор в этот раз. Андрей Анастасов подробнее. На скамье подсудимых 20 человек. Пятеро из них под стражей. По данным следствия, все они активисты антимайдана. Участники беспорядка 2 мая. Сегодня должны были рассмотреть вопрос о продлении срока их содержания в СИЗО. Проконтролировать, чтобы суд не отпустил этих людей. На заседание пришло полсотни проукраинских активистов. Но почти сразу после начала заседания, служители Фемиды решили перенести его на понедельник. У подсудимых появились новые адвокаты, которые не успели ознакомиться с материалами дела. Внезапно в коридоре драка. Активистов с полицейскими. Евромайдановцы решили, что обвиняемых отпустят на свободу до понедельника. По их данным, в воскресенье истекает срок их ареста. Толчия, потасовки, сломанная мебель. Полицейские пустили в ход дубинки. Правоохранители утверждают, активисты их спровоцировали, блокировали зал суда. Те в ответ обвиняют в провокации самих стражей порядка. Никого в итоге не задержали. Когда уже в отношении сотрудников полиции начались определенные физические действия, то сотрудники полиции, согласно закону Украины национальной полиции, пресекли провокации и в настоящее время сейчас все спокойно. Сотрудники полиции попытались нас оттеснить из здания суда, на что мы, в принципе, адекватно среагировали. Но у ребят моих, у меня следы от ПР, от их дубинок. Окончательно активисты успокоились, когда им сообщили, срок содержания под стражей обвиняемых истекает не в воскресенье, а во вторник. Судья закрывает заседание. В понедельник о 10-й мы будем встречаться и будем продолжать судовый взгляд, не смотря ни на какие події. Это всем зрозумимо. Что касается второго эпизода майской трагедии, это пожар в Доме профсоюза, в результате которого погибли 42 человека, то расследование до сих пор продолжается. И журналистам, несмотря на официальные запросы, полиция отказывается сообщать любые детали. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. Расследование части газового дела подходит к концу. Об этом сегодня заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. По его словам, НАБУ планирует передать часть материалов о газовых махинациях нардепа Александра Онищенко в суд. Напомню, его подозревают в расхищении средств в госкомпании «Укргаздобыча». По данным следствия, в результате коррупционных схем государству был нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен. Украину Александр Онищенко покинул в июне прошлого года. Заявлял, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне. На завершающей стадии, как рассказал Сытник, находится и расследование так называемого дела о рюкзаках. Вот что по этому поводу сказал директор НАБУ. Напомню, этой истории уже почти три года. Мы неоднократно показывали сюжеты о рюкзаках Авакова, которые для фронта через компании и прокладки закупались по завышенной цене. 3 тысячи за штуку. Есть видео 2014 года, снятое с скрытой камерой наблюдения в кабинете бывшего замминистра Сергея Чеботаря, который в то время курировал госзакупки. Если верить этим кадрам, то переговоры о поставке крупной партии рюкзаков с ним ведет человек, очень уж похожий на сына главы МВД Александра Авакова. Но пока до сих пор в этом деле вопросов больше, чем ответов. Возможно, вскоре НАБУ расскажет нам больше подробностей. Ну и пока одни зарабатывают, ветераны МВД до сих пор остаются без повышенных пенсий. После целого ряда акций протеста им удалось добиться пересмотра размера выплат от министра Авакова. Теперь пробуксовывает пенсионный фонд. Нужные бумаги до сих пор не разослали по областям. Если спустя неделю документы так и останутся неподписанными, пенсионеры МВД грозят очередными акциями протеста, заявил представитель профсоюза в парламенте Сергей Каплин. Мы не будем отпускать эту ситуацию. Организовываем 15 числа по всей стране акции под каждым пенсийным фондом в областях, перед центральным отделением пенсийного фонда. И будем контролировать, чтобы соответствующие предложения глава пенсийного фонда Украины дав в уси безвинятку региона. 20 тысяч ветеранов будут биться, бороться за свое конституционное право. Научились наваривать в МВД и на других выплатах. Скандал в киевском главке полиции. Следователи столичной прокуратуры задержали пятерых сотрудников финансового отдела и бухгалтерии. Подозревают, что те обсчитывали своих же коллег и делали это по-крупному. Каждый месяц присваивали себе половину премиального фонда целого управления. Задержали махинаторов на горячем. Те как раз делили 240 тысяч украденных гривен. А по предварительным подсчетам всего им удалось присвоить около 10 миллионов. Пять зловмисників затримано. С ними зараз проводятся слідчі дії. Завтра їм буде повідомлено про підозру та внесено до суду по питання про обрання запобіжного заходу. Враховуючи те, що злочин є майновим, тобто привласнення коштів особливо великих розмірах, прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заставу. Врадівський суд отказался брать под стражу полицейских, которые проходят по делу об убийстве Александра Цукермана. На этом во время предыдущего заседания настаивали родные убитого. За решеткой по-прежнему остается только один из четырех обвиняемых полицейских. Почему не стали ужесточать меру пресечения Кирил Ющишин из зала суда? Сегодня Врадівський суд приступил к рассмотрению дела по сути. В начале слушаний судді рассматривають просьбу родных убитого об изменении меры пресечения подозреваемым. На данный час богач, знаходжись на волі, поводить себе відносно потерпівих абсолютно цинично. Тобто явно зновага до потерпівих Цукерман. Еще во время расследования прокуратура просила взять всех подозреваемых под стражу, но трое из четверих полицейских вышли под залог. Сегодня прокуратура свою позицию изменила. На теперішній час страна обвиняющая не має підставки для зміни за побіжній заходів. На той час були певні ризики. Слушання продолжались весь день. Судьи несколько раз удалялись в совещательную комнату. В конце концов перешли к рассмотрению дела. Зачитали обвинительный акт. В нём описывается, как полицейские издевались над Цукерманом. Родные не здерживают слёзы. Защита експолицейских і самі обвиняемі еспрессо не общаются. Ход засідання никак не комментирують. Только главный подозреваемый Денис Ляхватський стоит на своём. Я виноват в том, що я захищав свою життя від того, що надо мною прилетіла лопатка. Ви водіте! Треба бути зайдіть в машині! Тобто ніхто буде не послалав! Ви повинені свої службні об'язанності. По мнению прокуратуры, именно Ляхватський виновен в смерти Цукерману. Ви він стрілял в нього із личного пистолета. Бувший полицейський так не считає. Ви знаєте в членому? Частично. Частливо, так? Да. Коли будуть допрашувати мене? Ви висок до свій позиції? Да. В следующий раз почнут допрашувати свидетелей, в тому числе экспертов, которые проводили вскрытие. Защита семьи Цукерманов настаивает. Из дела пропали свідчения от двух із чотирёх пуль, найденных в теле Александра. Якщо объективну істину не вдасться встановити за наявленими медичними документами, ми не виключаємо заявлення клопотання про проведення ексгумації тела. В следующий раз судьи соберуться 9 марта. Напомню, Александра Цукермана полицейський расстреляли, а потом жестоко избили. 24 августа прошлого года. После убийства в Кривом озере поднялся бунт. Правоохранители едва не линчевали, даже подожгли райодел. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаевская область. Украина легко может доказать, что именно боевики виновны в эскалации военных действий на Донбассе. Есть и записи перехваченных переговоров, и спутниковые снимки, где четко зафиксировано, кто первым открыл огонь из крупнокалиберной артиллерии. Об этом заявил Петр Порошенко во время своего визита в Ивано-Франковскую область. И еще раз повторил, Украина продолжает соблюдать Минские соглашения. О чем еще говорил, и что делал Петр Порошенко на Прикарпатье, в нашем сюжете. За последние 25 лет на Прикарпатье впервые открывают новую поликлинику в Коломийском районе. Ее начали строить еще в 2000-м. Под одной крышей объединяют сразу с десяток медучреждений, которые были разбросаны по городу. В будущем мы все-таки надеемся, что это будет госпитальный округ, и это будет не поликлиника, а консультативно-диагностический центр. Тут будут объединены все специалисты. На строительство потратили около 40 миллионов гривен. Довести долгострой до ума удалось благодаря децентрализации, уверен президент Петр Порошенко. Сегодня он торжественно перерезал красную ленточку. А еще президент сообщил, в Коломые начинается строительство нового завода по производству автомобильных запчастей. Это 8 тысяч рабочих мест. Президент сделал несколько важных заявлений. Пообещал, что вслед за повышением минимальных зарплат в ближайшее время повысят и пенсии. И затронул тему конфликта на востоке Украины. В очередной раз подчеркнул, ВСУ разрешило открывать огонь в ответ на обстрелы противника, что и продемонстрировали наши бойцы под Авдеевкой. Глава государства сообщил, уже на следующей неделе пройдет очередная встреча в нормандском формате. Спонтанная дискуссия, которая последними днями выникла у нас с нашими партнерами, мы еще раз четко наголосили, что политические пункты Минских угод могут быть реализованы лишь после очевидного и беззаперечного прогресса в их безопасной части. А выборы, выборы под российскими дулами и с их солдатной навколо выборчих больниц есть абсолютно непринятные и невозможные действия. В Ивано-Франковске Петр Порошенко передал областной ГСЧС четыре пожарные машины. А затем, в завершении рабочего визита на Прикарпатье, провел совещание с губернаторами восьми регионов. Говорили о дорожном строительстве. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковская область. А премьер Владимир Гройсман и ситуацию на Донбассе и украинские реформы обсуждал сегодня в Брюсселе с представителями и Еврокомиссии и НАТО. О чем еще говорили? Алексей Пшимыцкий далее. Ситуация на Востоке, реформы, финансовая помощь и, конечно же, без виз. Главная тема визита Владимира Гройсмана в Брюссель. Уже второй день у входа в здание Еврокомиссии. Среди флагов, символизирующих все страны Евросоюза, первым висит флаг Украины. Дань дипломатическому протоколу, но и важный знак для самих украинцев. Евросоюз не перестанет оказывать нам поддержку. Именно поддержка – ключевой тезис всех встреч. На протяжении последних лет Украина проводит чрезвычайно важные реформы, которых не было за все годы. Мы поддерживаем Украину не только в этом конфликте с Россией, но и в целом. Выступаем за то, чтобы все, а не только соседи, уважали ваш суверенитет. Украина – наш стратегический партнер, и наши будущие взаимоотношения должны строиться на этом основании. Уже в ближайшие несколько недель Евросоюз предоставит Украине и 600 миллионов евро финансовой помощи, обещает Юнкер. Однако тут же добавляет – в начале в парламенте должен появиться закон о снятии запрета на экспорт украинского леса. Но, пожалуй, главная и самая ожидаемая новость – уже до начала лета украинцы смогут ездить в Европу без виз. Личное обещание президента Еврокомиссии. По словам Владимира Гройсмана, все необходимые для этого реформы Украина уже провела и рассчитывает, что Евросоюз выполнит свое обещание без промедления. Глава украинского правительства также поблагодарил европейцев за поддержку. Напомню, в Брюсселе Владимир Гройсман также встретился и с руководством НАТО, где обсудили ситуацию на востоке Украины. В альянсе призвали Россию в очередной раз выполнять Минские соглашения и заверили – позиция НАТО в отношении российской агрессии останется неизменной. Из Брюсселя Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». А инструкторы из стран НАТО будут курировать учения в Херсонской области. На полигоне Ягорлык украинские военные проведут стрельбы из комплексов БУК-1. Кроме того, отдельные радиолокационные взводы ежемесячно будут выходить на новые позиции и выполнять практические маневры. Предусмотрены запуски беспилотных самолетов разведчиков. О таких планах Минобороны на этот год рассказал спикер ведомства Дмитрий Гусуляк. Помимо учений в Украине, наши военные примут участие в международных сборах. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300 намерены задействовать в рамках учений в Сейбергардиан-2017, которые пройдут в Болгарии. Для обеспечения злагоджения зенитных ракетных подразделей сплановано проведение близко 50 тактичных навчаний с командными пунктами бригад, полков и основными подразделами. На полигонах почти 25 тактичных навчаний с зенитными ракетными батареями ЗРК БУК М1. А также близко 35 тактико-специальных навчаний с подразделами обеспечения. А в зоне АТО за прошедшие сутки жертв среди военных и гражданских нет, но активные обстрелы продолжаются. Как спасаются от снарядов жители прифронтовых территорий, далее в сюжете. Это окраина Авдеевки. До печально известной промзоны рукой подать. Местные жители уже и не помнят, когда ночью не слышали хотя бы одного взрыва от снаряда. С начала возобновления активных боевых действий в той же Авдеевке повреждено около 250 домов. И с каждым днем число разрушений увеличивается. Все дворы буквально усыпаны осколками. Сегодня на улице минус 15. Если не привести дом в порядок до темноты, обогреться уже не получится. Тяжелая. Бумка это все. Форточки повлетали, стекла повлетали. Соседи у всех-то. Ну что взрываешь? Как можем, так и выживаем. Крыша есть, а садин здесь побитый. А окна? Стекла побитый. Валентина Дмитриевна живет одна на окраине Авдеевки. Рассказывает, управляться по дому помогают соседи. Цены на продукты выросли. Спасает только гуманитарная помощь. Ну так, еда есть. Мы гуманитарки получаем. А холодно. Угля нет. Дрова там немножко и угля. Еще одна проблема города – информационное вещание. Поймать сигнал российского канала, который транслируют из оккупированных территорий, легче, чем украинского. Мы находимся в Авдеевке. Из большинства каналов радио, почти 90%, это российские каналы и радиовещание ДНР. Российские каналы. Ну погоду передают. Ну зачем нам Петербург, Красноярск? Я им не верю. Что они там говорят? Я знаю, что здесь у меня творится и все. Воочию увидеть масштабы разрушений сегодня в Авдеевку приехал министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявичус вместе с вице-спикером парламента Ириной Герасченко. Теперь, по словам политика, он расскажет об увиденном коллегам в Европе. Надо продолжать ту политику, которая у нас наметилась до этого, поскольку всякие были комментарии, шатания, скажем, санкции против России, например. Были разные мнения. Я думаю, что тут не то, что не время, но и морально, и политически, и по правовым каких-то причинам этого нельзя просто делать. Ближе к вечеру из зоны АТО пришла информация о новых обстрелах. По данным штаба, несмотря на достигнутые в Минске договоренности, боевики продолжают вести огонь на Донецком и Мариупольском направлениях, причем с использованием запрещенных калибров. Олег Решетняк. Подробности. Телеканал Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Смерть со многими неизвестными. В Днепре расследуют убийство помощника народного депутата. Отделить Зорина от Шкиряка. Российская пропаганда распилила советника Авакова. Подробности продолжают расследовать историю разграбления нефтеперерабатывающего завода в Мариуполе. Кто лично отдавал приказ главе нацполиции Донецкой области Вячеславу Аброскину остановить грабеж стратегического завода? Мы собрали ключевые факты об основных фигурантах этого громкого дела. Донецкую полицию Вячеслав Аброскин возглавил 8 ноября 2014 года. До войны служил в Крыму замначальника ОВД Севастополя. После аннексии полуострова переехал в Киев. Ряд крымских и украинских интернет-масс-медиа писали о том, что после оккупации пытался устроиться вначале в полицию Севастополя, потом Симферополя. Находился под покровительством одного из предводителей крымских сепаратистов, так называемого народного мэра Севастополя Алексея Чалова. Но не сумел договориться с оккупационной властью и был вынужден покинуть территорию полуострова. После переезда в Киев работал заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД. С июня 2014 возглавляет спецгруппу МВД по поимке правоохранителей-предателей. После этого Вячеслава Аброскина назначают главой нацполиции Донецкой области. Себе в актив он записывает создание правоохранительной структуры, что называется с ноля. Но почти все время на посту его преследуют скандалы, а также конфликты с добровольцами и патриотами Донбасса. Последний конфликт с блокирующими трассу ветеранами АТО. Летом прошлого года при полной бездеятельности его подчиненных неизвестные автоматически захватывают Мариупольский нефтеперерабатывающий завод и похищают оттуда дорогостоящие оборудования, которые могли вывести к боевикам или в Россию, рассказывает представитель собственника завода. На территорию базы въехало два военных хамера в обе ворота. Зашла группа вооруженных людей в камуфляжной одежде без знаков распознавания. Они поставили под оружие полицию охраны и заставили их покинуть данный объект. Комплекс по переработке нефти был полностью загружен, демонтирован и загружен в контейнеры. Машины грузовые с контейнерами выезжали отсюда, с территории, двигались вдоль посадки, минуя блокпост. Несмотря на отправленные в МВД и нацполицию Донецкой области официальные запросы, встречаться с журналистами и отвечать на вопросы по теме разграбленного завода Вячеслава Броськин не захотел. В самом Мариуполе местные патриоты и активисты открыто обвиняют генерала МВД в уголовном преследовании местных добровольцев и покрытии местных сепаратистов. Эти люди, они не испугались. У них были тут семьи, дети, родители. Они пошли защищать свою страну. А атмосфера была по этим людям, господинам Амброськиным, их увольнение. Даже люди на сегодняшний день не имеют статуса боевых участников. Все остальные, которые здесь не принимали, далекие были от боевых действий. Они сегодня все имеют участников боевых. И в этом способствовал сам гражданин Амброськин. Что касаемо господина Амброськина, у меня вопрос, почему его полицейские так защищают маргуна, который был во время ДНР начальником полиции города. На прошлой неделе я давала показания на левобережном отделении полиции. Я беседовала с дежурным, который записывает журнал «Заносит». Он мне рассказывал, что не надо было зачистки делать города, что они справлялись, они патрулировали улицы с азовстальцами, с ДНР. То есть господин Амброськин набрал фактически это, вы понимаете, это наемники. Наемники, которые все равно кто. В результате кандидатуру Вячеслава Амброськина, претендента на пост руководителя национальной полиции, отклонили. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал «Интер». Подробности обязательно продолжат расследование этого дела с участием главы областного МВД и государственной службы охраны. Уже на следующей неделе ожидаем новые факты. Заммэра Ужгорода, которого подозревают во взяточничестве, вышел на свободу. Буквально через час после окончания суда Иштван ЦАП нашел 240 тысяч гривен и заплатил залог. Хотя изначально прокуратура требовала 2,5 миллиона. Почему залог поделили на 10, знает Марина Коваль. Апелляционный суд рассматривает сразу две жалобы. Прокуратуру не устраивает, что ЦАП на свободе и требует арестовать подозреваемого, если тут не внесет залог 2,5 миллиона гривен. ЦАП, в свою очередь, считает решение суда первой инстанции несправедливым и требует восстановить его в должности, а также отменить домашний арест. Во время заседания пытается отшучиваться. Прокуроры говорят, на свободе ЦАП давит на свидетелей. В частности, разместил на своей странице в фейсбуке информацию о предпринимателе, который должен был передать 40 тысяч гривен за приватизацию земельного участка. ЦАП уверяет, ни на кого не давит, просто собирал данные о людях, которые обвиняют его во взяточничестве. Директор товариства ДАБО является фигурантом криминальной справки за свидетельство неправдивого сообщения о злочинах. Я фигурантом еще в двух справах про дачу хабаря, еще в месте криминальной справки, про раскрадание государственных костей и незаконный вид обуток надпи. Директор фирмы ДАБО по телефону нам рассказал, никакого отношения к уголовному делу ЦАПа не имеет. Прошлой весной к нему пришел Александр Головацкий и предложил выкупить комплекс, выставленный на продажу. Но для этого требовалось приватизировать землю. Головацкий предложил решить вопрос. Я дал доверенность людям. Я пришел признаки. На кому, как это организовывали, я без понятия. Я до этого не имею никакого отношения. Именно Головацкий и подал заявление в прокуратуру о том, что у него требовали взятку за приватизацию земли. Иштван ЦАП говорит, кроме этого заявления у прокуратуры ничего нет. Но следователи утверждают обратное. Эти доказы, уже сгадыванные, до речи, самим Иштваном ЦАПом и видео, видеоинформацию, а также и аудио, мы о прилюдном эту информацию будете до ней мать доступ. Сам предприниматель, который заочно оказался в центре сегодняшних слушаний, Александр Головацкий, общаться с журналистами по-прежнему не хочет. В конце концов, суд отклонил жалобу подозреваемого и частично удовлетворил иск прокуроров. Иштван ЦАП должен нести 240 тысяч гривен залога, что он успешно и сделал. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер Ужгород. Ареста судьи Любомира Головатюка, которого подозревают в получении взятки, не будет. Такое решение сегодня принял апелляционный суд Киева. По мнению юристов, брать Головатюка под стражу не стали, поскольку Высший Совет Правосудия добро на это не дал. Мол, там после нескольких громких задержаний, вопреки судебной реформе, постановили, арестовывать нечистых на руку служителей Фемиды могут только с их разрешения. По мнению юристов, это нарушение Конституции. На мое переконание, Высшая Рада Правосудия, по суті, перекрутила Конституцию, изменила ее сміст, по суті, спотворила самий сміст судової реформи. Тепер, по суті, судді можуть, яких навіть споймано на горячому, їх, так, затримати можуть, але в подальшому їх, напевно, не будут отпускати. Оскільки у меня очень большая сумніва, что Высшая Рада Правосудия може в короткий термін давати ці згоди на їхній арешт. От ми маємо вже результат такий. Я напомню, Печерський суд взял Головатюка под стражу 14 января з залогом в 293 тисячі гривень. Уже на следующий день суддя вышел на свободу. Головатюка подозревают в вымогательстві 16 тисяч доларів взятки. Задержали его при полученні части денег. Кроме того, Головатюк – фигурант ряда журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденції Межигорье Януковичу. В Никополі при странних обстоятельствах скончался общественный активист, помощник народного депутата Александр Тихон. Перед смертью он заявил, подозревают, что его отравили солями тяжелых металлов. В ситуации разбиралась Елена Миндалюк. В Никополі Александра Тихона знали, как активного участника общественних протестів. Он выступал против закрытия станції скорой помощи, отставив права жителей, которым приходилось мерзнуть в холодных квартирах. Резко высказывался в отношении городской власти. С 2014-го работал помощником народного депутата Андрея Артеменко. Очень был неудобен для власти в этих вопросах. Он боролся за правду, за то, чтобы в городе было все как положено. То есть против властей тут уже все понятно. В прошлом году офис Тихона разгромили неизвестные. Затем подожгли его машину, после чего пытались поджечь дом. А в январе активист попал на больничную койку с целым комплексом симптомов. Медики не могли определиться с диагнозом. Пациента направили в Днепр, затем в столицу. Подозревали онкологию. Но киевские врачи этот диагноз не подтвердили. Диагноз был не подтвержден на 98%. Но произошла сильная интоксикация организма. Печень увеличилась на всю полость живота. Врачи так и не смогли вылечить мужчину. Он скончался. За несколько дней до смерти Тихон подал заявление в полицию. Сообщил, что его отравили. И записал видеообращение. Киевский институт, заведующий Киевского института, национального института, выставил по диагнозу именно токсическое отравление. Я спросил, а как ты думаешь, как тебя отравили, кто именно? Естественно, он мне показал фотографии, показал фамилии этих людей. Тимаргорода и его помощник Руслан Соловьев, который занимался именно отравлением. В мэрии Никополя обвинение назвали абсурдным и отказались комментировать. В нацполиции же заявили официальная причина смерти. По заключению судмедэкспертов, острая почечная недостаточность. А вот что именно ее вызвало, станет ясно после дополнительных исследований. И уже за результатами выставки в эксперте будет зрозумено, чей факт злочин. Нардеп Андрей Артеменко заявил, расследование обстоятельств смерти своего помощника возьмет под личный контроль. Мы не доверяем тем врачам и тем экспертизам, которые проведены здесь. Материалы таксологической экспертизы находятся сейчас в Киеве. Через пару дней будет известный результат. На похоронах Александра Тихона его знакомые говорили, не верят, что активист умер от болезни. Кто его в посадку отвезут и забьют? Несколько часов после того, как в него коктейль молотого кидали. Когда я с ним беседовал, он сказал, меня отравили тяжелыми металлами. Полиция открыла уголовное производство. Никаких деталей правоохранители пока не сообщают. Елена Медрюк и Евгений Конденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Родственники и адвокат 40 погибших военных заявляют о давлении на суд. Речь идет о десантниках 25-й бригады и 9 летчиках, погибших под Луганском в июле 2014 года. Тогда транспортный Ил-76 был сбит сепаратистами из переносных зенитно-ракетных комплексов. Обвинения считают, что тогдашний командующий штаба АТО Виктор Назаров дал преступный приказ лететь в фактически оккупированный город, что и привело к потере. В последнее время появился целый ряд писем обращений в правоохранительные органы от офицеров ВСУ в поддержку обвиняемого. Родственники погибших считают это давлением на служителей Фемиды. Они пригласили военных на совместную пресс-конференцию, но никто из защитников Назарова на нее так и не пришел. Они не имеют права надавать оценку доказам и висловливать на счет виноватности или не виноватности обвиняемого. Это может сказать только суд. Родители, а также адвокаты не дадут возможности ввести оману в общество, что генералы не должны ответить за свои причины, что они не должны быть покараны. Свидетели долго не живут. Боевика Гиви могли убрать из-за сведения о сбитом на Донбассе Боинге. Об этом пишет немецкое издание Бильд со ссылкой на свои сочники в оккупированном Луганске. По версии газеты, главарь сепаратистов мог слишком много знать о катастрофе лайнера. Ему якобы было известно, кто отдал приказ сбить малайзийский самолет и кто нажал на кнопку. Свои анекдотичные версии выродила российская пропаганда. Так называемые журналисты телеканала «Россия-24» назвали заказчиков убийства террориста Гиви. Это два представителя украинского истеблишмента. Их фамилии Зорин и Шкиряк. Вероятно, пропагандисты решили, что Зорян Шкиряк, советник главы МВД Арсена Авакова, это два разных человека. Есть пока предварительные версии. Сейчас говорят о заказчиках этого убийства. Здесь именно так трактуют теракт, который произошел вчера накануне в 6 часов 12 минут утра по местному времени, в результате которого погиб комбат батальона Сомали Гиви Михаила Тастых. Но вот нужно отметить, что сейчас называют две фамилии. Это Зорин и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления. Посольство Украины и Великобритании остроумно ответило скандально известному провокатору Грэму Филлипсу. Британец обратился с официальным запросом об интервью с послом Украины Натальей Галебаренко и решил об этом напомнить в твиттере украинского консульства. В ответ наше посольство пригласило Филлипса на интервью к главному офису службы безопасности Украины по улице Владимирской, 33 в Киеве. Напомню, в июле 2014 года СБУ задержала Филлипса и приняла решение выдворить его за пределы Украины, а также запретить въезд в страну на три года, после чего Филлипс вернулся в Россию, а оттуда уже на Донбасс. 57 миллиардов евро за Брэкзит потребует Евросоюз от Великобритании. Об этом сообщает издание Sky News. Ранее Лондон уже заявлял о готовности выполнить все взятые на себя финансовые обязательства в рамках различных программ ЕС, но сумма при этом не называлась. Теперь, по данным издания, главный уполномоченный по выходу Британии из ЕС Мишель Барнье озвучил цифру в 57 миллиардов. Иначе Лондон не сможет начать торговые переговоры с Евросоюзом. Единый депортационный центр, проверка телефонов для идентификации личности и подъемные для тех, кто возвращается на родину. Власти Германии намерены ускорить процедуру депортации мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища. Татьяна Лагунова, подробнее. Операция депортация. Власти Германии хотят упростить и ускорить процедуру выдворения беженцев, которым отказано в предоставлении убежища. Немецкие СМИ сообщают, план уже разработан. И, скорее всего, его уже на этой неделе утвердят представители федерального земельных правительств. В документе 16 пунктов, но СМИ публикуют только основные. Власти Германии планируют создать единый центр, который будет отвечать за депортацию. А именно заниматься сбором и подготовкой необходимых для высылки документов. Центры поменьше откроют и в крупных немецких городах. Там будут содержать беженцев, которые вскоре отправятся на родину. Больше полномочий получат миграционные службы. Им разрешат проверять телефоны и сим-карты соискателей убежища, если это понадобится для установления личности. Без промедлений в будущем будут депортировать беженцев, которые, по мнению спецслужб, связаны с террористами и угрожают национальной безопасности. Отдельным пунктом прописана материальная компенсация. Чтобы стимулировать отказников возвращаться на родину, им будут выплачивать определенную сумму, так называемые подъемные. На это предполагается выделить 90 миллионов евро. Новый план по депортации – это своего рода попытка властей скорректировать миграционную политику Германии, которую не особо поддерживают граждане страны. И, соответственно, завоевать симпатии избирателей. Ведь выборы не за горами. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Украинцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам. Об этом договорились министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его турецкий коллега. Мевлюд Чавушаглу находится в Киеве с официальным визитом. Хотя конкретных дат министры не назвали, Павел Климкин рассчитывает на скорейший результат переговоров. Французская гонка. Три соцопроса одновременно показали, что страна пока делает ставку на женщину. А один из кандидатов из-за женщины может вылететь на обочину. Все подробности далее. Всего неделю назад Франсуа Фион был явным лидером президентской гонки. Все испортил скандал с фиктивной работой его жены и растратой крупной суммы – полумиллиона евро. Прокуратура допрашивает супругу Фионы и детей. А тем временем экс-премьер из лидеров попал в аутсайдеры. Более того, по данным последних соцопросов, семь из десяти французов теперь хотят, чтобы он вообще снял свою кандидатуру с выборов. Мы живем в то время, когда слова теряют всякий смысл для наших политиков. У нас были вопиющие примеры этого на прошлой неделе. Очень огорчают все эти скандалы. Обещания кандидатов хороши. Но вот Фион продолжит наполнять свои карманы. Потому что в любом случае он сделал себя и свою семью богатой за счет общества. Тем временем сатирический еженедельник Канар Аншене сообщил, что жена Фиона Пенелопа получила еще и 45 тысяч евро выходного пособия, когда увольнялась с фиктивной работой. Очевидно, такой громкий скандал на руку главным соперникам Фиона. Например, Марин Ли Пен. И она охотно комментирует скандал, связанный с конкурентом. Я не могу понять логику Фиона. Он просит прощения за свой поступок. В то же время говорит, что все это является законным. И вообще нет никаких проблем. Фион бросает вызов суду. Бросает вызов даже СМИ. У самой Марин Ли Пен дела тоже идут не очень хорошо. В службе военной разведки Франции утверждают, что в президентские выборы может вмешаться Россия. И все, чтобы помочь лидеру национального фронта победить. Специально нанятые боты якобы будут создавать тысячи положительных записей о Ли Пен, а хакеры работают над раскрытием данных и конфиденциальных электронных писем ее оппонентов. Несмотря на такие слухи, за последнюю неделю рейтинг Марин Ли Пен вырос на 1%, а Фион потерял целых 3%. Впрочем, если во втором туре придется выбирать между бывшим министром финансов Эммануэлем Макроном и Ли Пен, 65% респондентов проголосуют именно за Макрона. Финиш совсем близко, и борьба между кандидатами становится все более жесткой. Первый тур голосования состоится 23 апреля. Анна Ильиных, Наталья Феоктистова. Подробности в телеканал Интер. Панамское досье. Задержаны основатели юридической компании Мосак Фонсека, замешанной в офшорном скандале. Сначала генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, а потом взяла под стражу Рамона Фонсеку и Юргена Мосака, владельцев компании. Их в частности обвиняют в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам разных стран. Напомню, в деле Панамагейт замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены. Как накажут китайских чиновников, которые умудрились уснуть на собрании, посвященном борьбе с ленью? И зачем индийским слонам свитера об этих и других новостях дали в нашем обзоре? Их собрали для обсуждения, как бороться с ленью, а они уснули прямо на совещании. Китайским чиновникам в провинции Хубэй рассказывали о способах мотивации медлительных бюрократов. Шестеро из них, видимо, так заслушались, что задремали прямо во время собрания. Их сняли и фото опубликовали в интернете. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Теперь чиновники Сони должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой. Гуттаперчевый мальчик из Газы замахнулся на рекорд. 13-летний палестинский акробат Мухаммед Аль-Шейх может сделать 38 поворотов вокруг своего тела в течение минуты, утверждает его тренер. Предыдущий рекорд Гиннеса 29 поворотов. Теперь новое достижение должны еще засвидетельствовать эксперты. Представители книги рекордов Гиннеса ждут в Газе со дня на день. А пока Мухаммед настоящая местная звезда. Его называют Человеком-пауком и приглашают на разные представления. Платья, шляпки и даже обуви с шоколада. В Брюсселе модели дефилировали в съедобных нарядах на открытии шоколадной выставки. Рай для сладкоежек будет длиться два дня. Похвастаться мастерством приехали 80 шоколатье из 30 стран мира. Некоторые творения даже разрешат попробовать. Большинство конфет и пирожных изготовлены в форме сердечек, которые можно будет купить для своих любимых ко дню Святого Валентина. В Нью-Йорке стартовала неделя моды не только для людей, но и для собак. Четвероногие с удовольствием подражали своим хозяйкам, дефилируя по подиум в таких же, как у них, одеяниях и аксессуарах. Некоторых моделей сопровождали по две и даже три собачки. Свитера для слонов. В Индии решили одеть животных в джемперы из-за небывалых холодов. Температура опустилась до рекордных показателей. Почти плюс 5 градусов по Цельсию. Жители разных городов и деревень штата Утар-Продэш утепляют животных с ветерами, которые вяжут из шерсти. А вот на Шри-Ланке слонов облачили в праздничные наряды. Там они шествовали на параде в рамках буддийского фестиваля. Продолжаем наш информационный вечер. Вот вы узнали главные новости дня. Пришел черед жарких споров на черном зеркале. Самое популярное политическое ток-шоу страны стартует ровно через несколько минут. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин